Дамы и господа, сегодня атакуем на клановой войне. Приятного просмотра! Мы находимся на данной кавешечке под каким номером на секундочку? Это у нас, о боже мой, где-то внизу. Это у нас 11 номер, нас уже закрыли на 2 звезды. Но 11 номер достаточно низко, я тут вижу восьмерочки есть и повыше. Например, вот это вот 9 номер, который я буду сносить первой атакой, это вот такой вот ТХ-8 с достаточно популярной расстановкой. И ребят, под снос этой расстановки я приготовил, ну как по мне, просто идеальный микс для сноса данной расстановки. Это Говало. Говало когда-то был мой любимый микс на 8 ТХ, когда-то очень многие восьмерочки строили базы, которые сносились именно этим миксом. Сейчас немного время изменилось, немного расстановочки поменялись в глобале и на кавешечках. Но в частности, вот эта вот расстановка, вот эта вот популярнейшая расстановка 8 ТХ, сносится миксом Говало вроде как без особых проблем. Как будет по проблемам, посмотрим уже в самой атаке. Во всяком случае, друзья, для сноса данной расстановочки у меня вот такой вот микс Говало, типа через одного голема, но на самом деле тут голема 2, просто второй голем превратился немного в пеку. Его укусила пека и голем превратился, собственно, в пеку. Так что отыгрываться этот миксецкий будет точно так же, как в принципе и микс через двух големов. Во всяком случае, ребят, что будет по тактике при атаке на этот номер? Первое, что я, конечно же, сделаю, это прочекаю крепость клана и уничтожу эту крепость клана с помощью луков, либо просто выманю крепость клана и уничтожу уже на одном из големов, а лучницу уже буду использовать чисто для сноса крайних домиков строителя. Итак, ребят, тряс у меня пойдут вот в эту вот область, и я сразу же пропулю в центр Валькирии. Вообще, что-то я забыл объяснить, почему я использую микс Говало. Потому что, ребят, все три ПВОшки в центре, и до них вроде как даже очень и очень легко достать. То есть зачистить круг, и Валькирии уже сами побегут в центр и снесут нам три ПВОхи. После того, как я уже снесу три ПВОшки, будет понятно, что делать, надо будет скидывать шаров. Шаров я буду скидывать, конечно же, на крайние здания Дефа, а именно на башни Лучниц и на башни Визарда, потому что именно эти здания Дефа угрожают в первую очередь шарикам. То есть несем здания Дефа, которые угрожают шарикам, и шарики для нас уже без проблем добьют всякие пушечки и мортиры. Что же будет в атаке, будем смотреть уже, собственно, в самой атаке, поэтому, друзья, я немного отдышусь, подготовлюсь, ну и увидимся уже в бою и в первой атаке. Итак, ребят, я готов, поэтому погнали в бой атаковать. Ну и, собственно, что будем сейчас делать? Как я и сказал, первое, что я буду делать, это скидывать, конечно же, Хогана, выман крепости клана. Ну и заодно в это время можно, в принципе, открыть секции с интересующими нас заборинками. Итак, выманили крепость клана, сманиваем эту крепость клана теперь куда-нибудь ближе к краю карты. К сожалению, тут нет крайнего домика строителя с этой стороны, поэтому просто приходится вот так вот сманивать нашего дракона вместе с луками. Так, дракон вместе с луками, ну давайте, наверное, на пекаре мы это все дело уничтожим, даже не на големе, а именно на пекаре. Пошел у нас пекарь, и пошли у нас визарды. Достаточно много визардов скинул, но, в принципе, вроде как ничего страшного. Давайте сразу же лучниц на крайние домики раскидаем, чтобы потом про это не забыть. Ну и, в принципе, можно уже пропуливать голема, ну и пропуливать оставшихся визардов на почистку круга. Давайте откроем забор. О, забор прям там решили бомберы открыть. Ну ладно, в принципе, ничего страшного. Тут можно запустить кинга также с парочкой визардов. Ну и, в принципе, круг-то уже зачищен, поэтому нечего тут ждать. Запускаем валькирии, валькирии из крепости клана, ну и ждем возможности, когда мы сможем прокинуть все-таки баночки в центр, на наших валькирий в центре. Ну и, соответственно, там эти валькирии должны нам снести все пвошки. Все гикбомбы вроде как располагаться должны будут в центре, хотя нет, там вскрываются тесилки. Неожиданно, во всяком случае, пвошки уже снесены, поэтому запускать можно наших замечательных шариков. Итак, шариков я выпускаю, единственное, что мне кажется, что на одну вот группу зданий дефа, именно на башне визарда, что-то моих шариков не совсем хватает. И да, они реально очень сильно страдают, но, в принципе, в принципе, башню луков уничтожают и норм. То есть, на самом деле, атака прошла на изи, и, как я и говорил, под данную расстановочку микс. Говало заходит просто идеально. То есть, если видите расстановочку, где все три пвошки в центре находятся, и вы уверены, что в эту самую секцию с тремя пвошками легко зайдут ваши валькирии, смело варите валькирий, шариков и големов. Итак, друзья, первую атаку провели успешно, три звезды оформили, а вторую, ребята, атаку мы уже будем проводить миксом из драконов. То есть, это второй микс на сегодня, классика жанра, 10 драга под следующими баночками. Это у нас две молнии, рейдж и тряска. В крепости клана, конечно же, шары и хейст, это самый лучший вариант под этот микс. Ну и, блин, надо забустить кинга, потому что парень что-то совсем заспался. И пока он, собственно, будет вставать под бустами, я вам покажу базу, которую мы будем сносить. Был вариант снести топовую восьмерку, Катюшу, да, но что-то Катюша совсем страшненькая какая-то, и реально я боюсь ее атаковать, поэтому будем атаковать 10 номер, там у нас тоже достаточно сложная восьмерка, как под микс с драконами. Почему сложная? Потому что достаточно глубоко тут сидят пвошки, есть крайние здания, то есть вот эти вот крайние военные лагеря, домики строителя. СМСки люблю их, и, соответственно, до этих крайних зданий драконам, ну реально очень сложно достать, им порой такие вот расстановочки фейлят, атаку драконами. Во всяком случае, друзья, что у меня будет тут за план на атаку? Атаковать я решил с 5 часов, для того, чтобы Кинг и вражеская крепость клана сыграли на руку моим драконам, и постарались завести тех самых драконов к центру, к двум пвошкам. Соответственно, вот эту вот пвошку я снесу с помощью молний и тряса, а снизу вот тут вот располагает и чистильщик, и я считаю, что без проблем его закроет какой-нибудь из драконов, и чистильщик на эту атаку никак повлиять все-таки не сможет. Во всяком случае, друзья, атаковать буду с 5 часов, но уже о мелочах и нюансах расскажу вам в самой атаке, а пока подождем, пока Кинг отдохнет, отлежится, ну и, собственно, насладиться сладким, клевым сном. Итак, ребят, Кинг готов, Кинг с нами, поэтому гоу в атаку. Идем в атаку, и первое, что мы, конечно же, будем делать, это разбираться с чистильщиком и уничтожать крайние некоторые домики, и также зачищать круг. Итак, ребят, направление для атаки 5 часов, поэтому сразу же мы тут можем вынести ненужную нам ПВОшку, это вот это вот ПВО, пускаем 2 молнии и тряс на ее уничтожение, далее запускаем с этой стороны одного дракона, и с этой стороны еще одного дракона для уничтожения именно чистильщика, ну и почистки круга. Тут, наверное, скинем еще одного драгона, но основную массу драконов уже будем впихивать в центр, потому что чистильщик вроде как уже, считайте, уничтожен. Допуливаю драгона башню лучниц, ну и, в принципе, основную массу уже накидываю в центр без каких-либо особых изысков и, собственно, излишеств. Так, начинают стрелять ПВОшки, поэтому можно уже запускать, я считаю, рейджик и запускать, соответственно, шариков из крепости клана. Итак, драконы под рейджом, по идее, должны легко разобраться с вражеской крепостью клана, а шарики под прикрытием тех самых драконов должны без проблем долететь до ПВОшек, ну и, по идее, внести какой-то летальный урон по тем самым ПВОшкам, ну и, конечно же, по зданиям Дефа. Хейст я накинул впоследствии на шариков для того, чтобы их пробустить еще разок и для того, чтобы они снесли еще какие-то здания Дефа. По крайней мере, они должны успеть это сделать, но я думаю, они это нам реально сделают и помогут взять эту базу на 3 звезды. Что по самой атаке? Ну, на самом деле, все не очень хорошо, потому что драконы все-таки многие ушли по кругу, несмотря на то, что вражеский кинг и крепость клана сманивали моих ящериц в центр, допулюющего, конечно же, кинга на один из крайних домиков для того, чтобы драконы впоследствии на это не тратили свое время. Ну и, насколько я понимаю, если втанчит кинг какие-то здания Дефа на себя, то драконы должны будут добить эту базу уже до 3 звезд. Итак, ребят, что мы видим по итогу? Все-таки эта расстановочка на самом деле зарешала против драконов, потому что достаточно мало драконов выжило в конце данной атаки. Всего-то на всего парочка штук, но с другой стороны, из Дани Дефа на этой базе уже остается немного. Всего-то на всего там одна Теселка, по большому счету, и все, эта база будет снесена на 3 звезды. То есть, как я понимаю, в конце вообще только останется одна Теселка, 99%, точнее 100%, ну и впоследствии, конечно же, эта база будет добита до 3 звезд. Вот такая вот, ребят, атака драконами, не самая уверенная, но при этом треха. Ну а что нам еще надо, если 3 звезды уже у нас в кармане? Итак, друзья, вот такая вот клановая война от лица нашего 8-го Танхола. Две трешечки мы оформляем, 9-й и 10-й номер закрыли, были сами под 11-м номером, в общем, в целом 6 звезд клану мы приносим. Как я считаю, в принципе, достойно, в принципе, клево. А, ребят, хотел бы вам предложить, собственно, следующую акцию, следующую, короче, развлекаловку. Друзья, те из вас, кто поделится данным видеороликом, а точнее записью с данным видеороликом из моей официальной группы ВКонтакте, конечно же, на свою страницу ВКонтакте, будут упомянуты в следующем видеоролике в качестве вот такого вот бонуса. В каком виде, я думаю, вы понимаете в каком виде, ну и в принципе, пояснять мне для вас это не надо. Во всяком случае, друзья, если хотите попасть в следующий видеоролик, просто поделитесь записью с данным видеороликом из моей группы ВКонтакте. Может быть, не самым доступным языком объяснил, но во всяком случае, я думаю, многие поняли и многие уловили месседж. Во всяком случае, друзья, на сегодня в плане атак это всё. Надеюсь, видеоролик вам понравился. Берите данные миксы на вооружение. Говоло против баз с тремя пвошками в центре. Ну и драконы как универсальное средство для ломания практически любой базы восьмого тоннхола. Ладно, друзья, буду уже на этом с вами прощаться, спасибо огромное за просмотр. Было бы очень клёво, если бы вы поддержали данное видео своим царским лойсом, подписались на мой канал, если ещё не подписаны. Но с вами был Жи, всем огромной удачи, никогда не болеть, атаковать на квшечки, брать трёшки, ну, собственно, сами всё знаете. Итак, ребят, до встречи в новых видеороликах, ну и, конечно же, на прямых трансляциях. Заглядывайте на стримчики, там у нас интересно. С вами был Жи ещё раз и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok